Ну что, друзья, не успело человечество от коронавируса очухаться, а тут новые испытания. Война, да еще такая страшная и бесчеловечная. Потому все мы испытываем колоссальнейшие нагрузки на нервную систему. И самое плохое в том, что стресс он хронический, так как все это продолжается уже несколько месяцев. Поэтому в этом ролике расскажу вам, друзья, о природном успокоительном средстве, которое я советовала и советую своим знакомым, особенно для малых деток и для их престарелых родителей. Так как оно практически не имеет противопоказаний, может применяться очень длительное время, не вызывает привыкания. И что немаловажно, абсолютно не действует на цифры давления. А для пожилых людей это очень-очень важно, так как многие успокоительные параллельно воздействуют и на давление. У меня на канале есть ролик про карвалол. И вы знаете, друзья, что я категорически отрицательно отношусь к этому препарату, к снотворным и другим средствам, созданным на основе барбитуратов. Так как они вызывают зависимость, схожую с наркотической и имеют массу противопоказаний. О других, более серьезных препаратах речь вообще не ведем. Это только врач. Я надеюсь, что до них вы не дойдете в своей жизни никогда. Как вы уже догадались, вот это замечательное растение, о котором я вам обещала рассказать, это эшольция, наш цветочек из детства. Вот посмотрите, цветет до самых заморозков. Вы обратили внимание? Цветоводы сразу узнали, что на переднем плане там был кариаптерис. А вот кариаптерис уже весь в цвету. Это конец сентября месяца. А кустики эшольции, которые в мае месяце первые цветочки показали, продолжают свое цветение. Очень люблю это растение. Особенно эффектно эшольция смотрится в перемешку с красными цветами. И всегда находила местечко у себя на клумбе. Но не знала о ее замечательных лекарственных свойствах. Эшольция – это символ Калифорнии. Поэтому второе название – калифорнийский маг. Коренные жители американского континента тысячелетия назад уже использовали замечательные лечебные свойства этого растения. А колонизаторы принимали вот эти невероятнейшие поля, океаны оранжевого цвета за залежи золота. И этот солнечный цветочек действительно дает организму недостающую жизненную энергию, энергию радости. В составе эшольции не такие алкалоиды, как в маке. Она не содержит опий, потому не вызывает привыкания и потому практически не имеет противопоказаний. В противопоказаниях, как правило, указывают только совсем-совсем манюних деток, беременных женщин и индивидуальную непереносимость. То есть этот цветочек прекрасен и своими декоративными, и лекарственными свойствами. Декоративными, потому что она очень долго держит цветочек. К примеру, полевой мак, вот буквально, если очень жаркий день, до обеда покрасовался цветочек, рано утром распустившийся, и после обеда уже начинает терять свои лепесточки. А эшольция держит цветок несколько дней. К тому же длительность цветения самого куста эшольция тоже впечатляет. Простой мак, что полевой, что восточный, ну любая разновидность мака, больше месяца, во всяком случае, у меня никогда в жизни не цвела. А эшольция распрекрасно цветет с мая месяца по октябрь. Главное, не давать массово завязывать семена. Вот только образуется достаточное количество семенных коробочек, сразу же их надо скосить. Кустик сразу такой пышенький становится за счет того, что выстреливает новые цветоносы с бутончиками. Тем более сейчас выведены просто бомбезные сорта эшольции, которые по своей неприхотливости не уступают своей дикой прародительнице. Простую эшольцию уже можно вообще один раз в жизни высадить, и потом она будет до конца жизни превосходно всходить самосевом. Очень быстро зацветает и всегда дает семена. Семена всегда вызревают, даже в любой, в любой такой холодной полосе. Препараты эшольции используются как природный транквилизатор. Они успешно помогают в борьбе с депрессией, тревожностью, с нервными тиками. Очень хороши для деток, которые страдают от энуреза, вызванного как раз нервными расстройствами. То есть этот цветочек показан при любых тревожных состояниях. Эффективна она и от бессонницы. Из эшольции готовят отвары, 1 чайная ложка на стакан воды, либо настойки. Настаивают на спирту, на растительном масле, добавляют в уксус. Наибольшим лечебным эффектом обладает млечный сок, молочко. Из неспелых, невызревших семенных коробочек эшольции. Но это достаточно сильное средство, потому я лично предпочитаю и рекомендую исключительно лепестки эшольции. Тем более, для самого такого мягкого эффекта, седатинного, их можно использовать просто при приготовлении пищи, как любые пряности и специи. Этот способ приема абсолютно не хлопотный, к тому же они превосходно работают как краситель в блюдах. По цвету получается аналог куркуми. Признаюсь вам, что мне лично эти лепесточки очень помогли после первого массированного ракетного удара, когда, несмотря на философское восприятие жизни, организм все-таки среагировал достаточно жестко, и всю ночь меня просто выкореживало от нервного тика. А это растение работает еще как и спазмолитик. Вот такие замечательные свойства у этого, уже забытого многими растения. Обязательно давайте найдем ему место на клумбе. А сейчас хочу обратиться к моим любимым украинцам. Рідненьки, тримаймося, бережемо свою нервову систему, потому что нам відроджувати ще нашу рідну неньку Украину, чтобы квитувала ище краще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова